Жителям столицы разрешено гулять во дворах при условии строгого соблюдения мер безопасности. По поручению президента, Госкомиссия проработала этот вопрос. Доступ к детским и дворовым площадкам будет открыт. Однако, людям преклонного возраста и имеющим хронические заболевания, рекомендовали без крайней необходимости воздержаться от выхода на улицу, поскольку эти категории граждан наиболее подвержены риску заболевания коронавирусом. Кроме того, Госкомиссии утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые, начиная с сегодняшнего дня, могут возобновить работу во всех регионах, за исключением Шымкента. Там они заработают 1 мая. В этот список вошли промышленные предприятия, банки, организации финансового сектора, а также компании строительной и дорожно-строительной сферы, крупные специализированные магазины, организации в сферах транспорта, складирования и сервиса сельскохозяйственного назначения. В рамках второго этапа откроют магазины, реализующие электроботовую технику и товары для дачного сезона. С 1 мая также возобновят авиасообщения пока между двумя городами. С 1 мая возобновляются авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы. На первоначальном этапе с частотой рейсов 4 раза в день. Полеты должны осуществляться с соблюдением усиленных норм санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцирной рассадкой в салоне.